Сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Митя. Может быть, Митя? Так приятные и привычные. Меня очень рад, что в Тиблице и в Абромову организовали эту встречу. Очень спасибо большое, действительно. Мы ещё толком должны быть в Москве, потому что мы нервы прям отсюда. Но вот я, наконец, приехал, мне очень приятно познакомиться и видеться с... Откуда вы работаете? Я нахожусь в Лондоне, но сам ездил в Беларуси. Так что мы никогда не были в России, никогда не жал. Но очень приятно работать с Россией. Моя должность звучит как директор компании в Восточном городе Центральной Азии, так что я, в принципе, ухожу в сегментах очень чёрт, русскоязычном сегментах очень чёрт, не только в России, но и в Беларуси и других странах. И самая активная, конечно, страна — это у нас, Россия, где у нас, в данный момент, мы будем активно пользоваться. Очень жёпко. Я очень не люблю, когда люди начинают презентацию с видео, но мне кажется, что видео очень классное, которое у нас есть. Из-за того, что у нас спрягло. Я очень, к сожалению, мы старались привести моего какого-то автора пятилица, но у нас не получилась автористрационализация. И почему я делал видео? Потому что раз мы будем смотреть на телевизор, которые создают пятилица, которые великой пятилица. Ирина Крик, что у нас Zoom. Ирина Крик, что у нас появилась стара. Первое? Продолжение следует... 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 Потому что это никогда никто не мог сказать, что да, полицейский избил этого чернобожего человека. А теперь куча-куча видов, столько кейсов, и такая целая волна новых движений, которые появились. То есть интернет-технологии позволяют нам упрости, увидеть это лучше, понять и доставить некую прозрачность, обеспечить ее более эффективными и простыми способами. То же самое с открытой коммуникацией. Эту штуку, наверное, историю все знаете. Я как раз просматривал этот пример, может, сегодня выбрать, и вот выбрал этого Степана Савельева. Потому что, действительно, история очень классная. Мама просто сделала пост в Фейсбуке и попросила лайкнуть, поддержать своего сына, который травматизм полного лет. И он любит динозавров, а за это его в школе оскорбляет. И, в общем, она хотела просто, чтобы ребенка поддержали, а потом это было целый такой вирусный флешмоб. Когда люди писали различные поздравления, слова поддержки, а также космонавты подключились и поехал. Это как раз тоже пример того, насколько простая коммуникация. Это главный путь интересный, качественный флешмоб. Продолжение следует...